В Беларуси активизировались телефонные мошенники. У злоумышленников появилась новая схема. Они могут позвонить от имени службы безопасности Беларусьбанка и сообщить, что проводится расследование хищения денег работникам банка. Для начала вас попросят не перезванивать в банк, поскольку ваш звонок может помешать расследованию и предупредят об уголовной ответственности за препятствование расследованию. Для убедительности мошенники будут ссылаться на произвольный номер статьи Уголовного кодекса. Далее звонок переключается на псевдосотрудника МВД, который продолжит вводить вас в заблуждение. Будьте бдительны! В Беларуси снижается число пациентов с коронавирусными пневмониями. В Минске с сегодняшнего дня начинают работу в обычном режиме городская гинекологическая больница, второй родом, а также 11-я больница. Ранее в них проходили лечения пациенты с COVID-19. С 1 февраля ожидается, что начнут обычную работу профильное отделение первой городской больницы, а также республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Оксаковщине. Постепенно начинает освобождаться коечный фонд и в других регионах. На протяжении всего понедельника в стране сохранится туман на дорогах Гололевица, сообщили в Белогидромете. Будет преобладать облачная погода. Ожидаются осадки, дождь и мокрый снег. Днем будет от нуля до плюс пяти. Температура воздуха ночью 26 января 5-7 тепла. Музей истории белорусского кино покажет экранизации произведений Ивана Шамякина. Приурочено мероприятие к столетию со дня рождения народного писателя. Большинство заявленных в программе картин созданы национальной киностудией «Беларусьфильм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова